Нина Баранова уже 35 лет работает рентген-лаборантом в Старой Русской ЦРБ. При этом она ездит в отдалённые деревни области на ФАПе. Говорит, что до этого была старая машина. А этот паз с малографической установкой колесит по разным районам уже целый год. За одну смену обследуют 20 человек, но иногда приходится увеличивать и эту цифру. 20 и больше, и 25 бывает. Мы стараемся, женщины же приходят, и мы не отказываем. Со вчерашнего дня передвижной ФАП работает в холме. Приём ведут с раннего утра. Все пациенты записаны к определённому времени, чтобы была возможность обработать аппарат. Сами жители холма такому передвижному центру только рады. Раньше давно уже, правда, мы ездили в Русу, а теперь уже который год, два раза в год они приезжают обязательно, и мы проходим. Это очень хорошо и всем нам. Все результаты обследования заносятся в компьютер и после присылаются в больницу района. Там уже специалисты решают, нужно ли назначать дополнительное обследование или госпитализировать пациента. По словам заведующей поликлиникой, уже были случаи, когда такой передвижной маммограф позволял выявить злокачественные опухоли на ранних стадиях и фактически спасал людям жизнь. Если человека ещё ничего не беспокоит, но он прошёл обследование, и на ранних стадиях можно выявить онкологические заболевания. Это, естественно, и сохраняет и жизнь человека, и орган сохраняет, и эффективное лечение своевременное. Этот ФАП проработает в холме до завтрашнего дня. После завершения приёма всех пациентов машина переедет в другой район. Виктор Михайлов, Пётр Самусов. Новости Новгородское областное телевидение. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова